здравствуйте у микрофона михаил шахназаров 459 выпуск на канале шах и ма 30 августа 2022 года огромное вам спасибо за этот вал поздравлений спасибо очень тронут очень признателен вам новости от кота костяна он пошел на поправку он проходит реабилитацию и совсем скоро уже появится в информационном пространстве а кто у нас появился в информационном пространстве ахалла борисовна пугачева приземлилась на нашу грешную российскую землю прилетела она из латвии и тут же заявила что на смиссии прилетела она значит будет порядок наводить в своей голове и в наших головах но это она сказала журналисту я вот одного не пойму алла борисовна она ведь певица да для кого-то примадонна российской эстрады она несет в себе какой-то посыл нам да она хочет какие-то смыслы предоставить какие-то философские может быть идеи каким образом она решила переформатировать наше сознание я так понял что порядок нужно наводить в головах тех людей кто поддержал спецоперацию на украине а иначе как мне объяснить вот такой посыл да у меня кстати мне нравится эта фотография на которой запечатлена алла борисовна пугачева в компании с борисом гребенщиковым резко осуждающим спецоперацию андреем макаревичем эта фотография сделана на фестивале слова нового в израиле крупнейший фестиваль российской культуры который организовывает человек к культуре не имеющий никакого отношения скупщик краденого рубщик икон марат гельман и вот алла борисовна она посетила этот фестиваль знаете у меня такие строки родились да россия которая к нам возвратиться и бросит свободы спасительные нить и эти красивые светлые лица заставят и каяться нас и платить почему я вспомнил это четверо то есть почему я написал четверостишь я вспомнил слова макаревича это россия уехала от вас и вот россия начала к нам возвращаться с какими-то смыслами с какими-то желаниями значит нас поучить да а почему этих желаний не возникло раньше в отношении других людей посмотрите на вот эти кадры кадры в варварство это кадры сноса памятника освободителям города риги под аплодисменты под животное улюлю коня памятник который для многих и многих был святыней уничтожен варварским способом его обломки рассованы по мусорным контейнерам почему те кто считает себя совестью россии и те кто находился в эти дни там не выступили против этого почему а потому что боятся и потому что они являются лишь носителями русского языка русскоязычными но не русскими людьми им плевать на нашу память да им плевать на наши слезы им плевать на все поэтому максим галкин который не вернулся с алой борисовны пугачёвой но наверняка засветится здесь он не выразил сожаления недоумения или других чувств по поводу сноса памятника освободителям риги потому что только бабки остальное все похуй вот поэтому а нас оказывается порядок решили привести какому порядку к железному а вы знаете что задержанный вчера госман леонид госман леня перископ сделал заявление что сталин был хуже гитлера да именно гитлер спасал евреев от холокоста по госман но ведь также выходит а ему опять там 15 суток или штраф 2000 рублей и вот эта клеонада она будет продолжаться вечно как мне кажется поэтому вот эти люди которые нас покинули и пытаются нас чему-то учить им лучше понять что вот этот градус ненависти к ним он уже все риски прошел кстати знаете вот алла борисовна пугачёва ее сдала ксения ларина малоумная женщина которая ведет на ютубе блоге алла борисовна пугачёва свое время заявила вот завидую екатеринбургу у вас есть ройзман надо было вообще сказать каждому городу россии по ройзману и тут же я вам покажу вот такой вот кадр евгений ройзман его твиты из говна пуля победа говно ебать ты говна поел анус пусть себе заблокирует хуже говна говно тетка хуже говна из говна сметану ебать ты говноед это интеллигентный культурный воспитанный по мнению бориса гребенщикова вот алла пугачёва человек без которого екатеринбург не выжил бы вот кого они хотят блять нам насадить понимаете икону вот эту вот культуры интеллигентности образованности ксения ларина хвастается в своем блоге видео блог то есть на фейсбуке зачем тем что она 2000 2000 году не встала во время исполнения гимна россии и очень гордится этим где же тебя воспитывали в хлеву что ли вот гимн любой страны звучит и ты должна встать если ты не встала но значит с тобой что-то не так и вот это вот тусовочка которая хвалит друг друга актриса рената литвинова сказала прослушав последний альбом гребенщиков что гений живет среди нас гений серьезно вот прям гений не гений блять ну давайте послушаем гения время песен и пародий зачем у ламы вонзил мне в спину и крюк воткнул мой рыжий уз зачем залил мне в уши глину и тем разрушил наш союз зачем 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 нассал мне полный уши зачем на коврик мне насрал кричу спасите наши души я жить говне давно устал набором слов я бью годами эту викинг то гуру но если честно между нами люблю ебать я кенгуру они так прыгают прикольно они как влохи и клопы мне вспоминать об этом больно когда так зрители тупы зачем ты льешь мне в уши глину а с ней кетчуп и сироп насыпь мне в уши нафталину и мы уедем в канатоп и мы уедем девка на топ а может даже и в майконг а может даже на гоп-стоп ча 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 а чё гений в ноты не попал и вот эта гитара это вот чё за клуна да было чё ингви мальмстен ричи блэкмор трухи льёбня чё это было гений в ноты не попадающий двигал музыкальные напёрстки зато у меня сейчас знакомые некоторые говорят да ты был прав а в такую хуйню мы слушали но у вас же объегорить получилось у них же в этом мире вот в этом мире у них нету определений слабенький средненький посредственный нет лев рубинштейн великий выдающийся гениальный рената литвинова великая выдающаяся гениальная божественная миладзе выдающийся певец но вы спросите у человека который в вокале разбирается ну вот это средний певец который вернулся и выступает уже по ночным клубам в москве а пипл хавает а пипл приучили хавать вы никто те кто за ленточкой воюет никто те кто помогает фронту никто кто это они вот это с римлями самопровозглашенная российская интеллигенция который к интеллигенции никакого отношения никогда не имеет и они о философских пароходах говорят это вы людей на философские пароходы загоняли лучших вот еще мне невзоров невзоров а волочковый это до какой степени надо деградировать и обозлиться до чтобы писать значит про настю волочкового она была великолепна конечно в юные годы просто прекрасно ну не выдержала до испытаний некоторых пишет невзоров да фотка напоминает что удачны не все операции по смене пола в этом случае хирургам не удалось сделать неполноценного мужчину не убедительную женщину блять бывают родители которым дети в целом не удаются вот вообще подойдите к зеркалу мать посмотрите на себя и вы это поймете александр я раньше был подписан на него на его телеграм-канал ну врагов действительно надо знать блять когда он начал постить там фотки замученных российских солдат я не поверил думаю не ну нельзя же быть таким животным да на себя посмотри на жену свою посмотри настю он обижает бывает ничего страшного но смысл фотографии совсем не в этом просто волочкова решила похвастаться новым отечественным платьем из гипюра насквозь пропитанным кровью украинцев сегодня в москве это самый писк писк у тебя в голове белогорячечный писк а настя она красивая как же мне не нравится когда маркетологи начинают манипулировать сознанием наших красивых великолепных воздушных манящих женщина когда речь заходит о рынке косметики маркетологи тут как тут бытует мнение что современная косметика хорошая не содержит химии вранье ложь косметика не может не содержать химии и когда пишут не содержит парабенов это значит врут что такое парабен парабен это консервант если косметику выпустить без консервантов через два дня она превратится в банку кишащую бактериями и тогда идут на хитрость парабен замещает хлор фенезином он дешев да но очень и очень аллергичен российский бренд гильтек на протяжении 30 лет 30 лет разрабатывает и выпускает великолепную уходную косметику гильтек не эксплуатирует маркетологов он не идет проторенными путями вся косметика разрабатывается в наисовременнейших лабораториях и работают над ними великолепные химики косметологи и конечно же фармацевты у гильтека есть офигенный видеоблог на ютюбе где он развенчивает многие мифы о косметике это правда посмотреть интересно правда потом себя так чувствуешь ох как долго тебя там обманывали западники посмотрите там такой интересный подход к подаче информации все выверено четко все по полочке кстати показатель комсомольская правда и форбс они обозначили гильтек как локомотив импортозамещения в косметической отрасли более того такие монстры а это монстры в хорошем смысле слова как золотое яблоко и лету они тоже летуаль они тоже торгуют косметикой гильтек ссылка на youtube канал гильтека в описании к этому видео как там палец трясется там же и сайт гильтека заходите посмотрите и вы мне будете благодарны особенно женщины чье внимание я так ценю а мы идем дальше а дальше у нас просто чудесно русском надзор недавно русском надзор недавно заявил мы рекомендуем изъять из продажи все книги которые касаются тематики лгбт изъять вчера мой друг заходит в сочинский магазин читай город а вы думаете там только лето в пионерском галстуке нет компания попкорн вот эта которая выпускает эти книги она вон выкинула фанни монтана цветы в небе про двух расов которые значит любят друг друга идем дальше найди меня андреа сима назови меня своим именем тоже про расов до этих книг массы кто там еще у нас а вот если я знал рейн уайт про любовь двух юношей авторы все вымышлены фирма зарегистрирована в ирландии домен зарегистрирован в америке книги пишутся наверняка здесь то есть когда речь идет о том как как выжить дальнейшем как поднимать страну у нас есть биошлаг продвигающий эти книги который угрожает мне моим коллегам да что вы прекращаете эту тему и так не прекратим потому что знаем кто вы понимаете вот и все сколько можно лицемерить зато у нас смех вот в америке после чего в америке творит посмотрите что в европе творится это у нас скрепы так скрепно что скрипит блять в жопе понимаете у всех да мы от них отстали у них уже педофилическая повестка да идет а как же что у них еще зоофилический форум в австралии а мы отстали у нас только книги для детишек появились в магазинах про то как друг друга мальчики мальчиков шпилен вот и все и те кто возвращается сюда они эту повестку тоже несут по полной программе на протяжении долгих и долгих лет уже и не для кого это не секрет хватит лицемерить поэтому не надо вести вот эти разговоры ох как нас не уважают да ох как врать хватит вот это превращение в худшее подобие союза она не может просто довести до хорошего и это факт это всепрощенческая политика тоже не может довести до хорошего понимаете потому как простить тех кто молчал во время разрушения памятников в эстонии и латвии и в литве это преступно тот же галкин там бегал на латышском пытался у маслить латышей и унизить русских девушка которая назвала его нас он в соцсетях журналист с ней беседу проводили из-за максима понимаете а он же хочет вернуться он заскучает а вот еще одна возвращенка ингиборга депкуна это да у каждого разные обстоятельства горит ингиборга мне невероятно жалко что пришлось покинуть людей которых я люблю и которым благодарна я надеюсь что все изменится и можно будет думать по-другому можете ли вы своей жизни когда-нибудь из этот вопрос можете ли вы вернуться в россию можете ли вы когда-нибудь своей жизни сказать никогда да люди с принципами могут люди у которых есть принципе они говорят никогда в жизни а у вас принципов нет есть желание зарабатывать и все знаете ли вы что произойдет завтра нет вот именно мы можем строить планы и говорить никогда но потом все меняется призналась депкуна это в последнем интервью то есть она открытым текстом говорит я вернусь я вернусь к вам лохи и вы меня примите потому что нигде кроме россии я не нужна начал спектакли с малковичем играет долго она будет играть эти спектакли с малковичем нет много она на них заработает нет она за корпоратив здесь зарабатывала двадцать пять тысяч евро кто ей там заплатит хотя бы трешку в той же литве да никто я вам гарантирую вот великая актриса депкуна это сколько ролей вы перечислите а вот она всепрощение чичваркин в риге сейчас тоже наверняка не подтолкнул памятник когда он падал нет вам надо было всем собраться вошли бы в историю чичваркин дает интервью латвийскому телевидению у вас что нормальных ведущих не осталось там я даже не хочу скриншот показывать и говорит но это мне нравится он собчак работает на путина она просто никто я никогда не подам ей руку она вертолет по сбору говна то есть низко летает и собирает говно и еще совокупляется с жабами и гадюками да вот это интересно это ваша сущность вот вы все именно такие вы улыбаетесь друг другу в лицо а потом плюете друг другу в спину это ваша среда обитания почему ройзмана везде говно почему фиксация на говне не задумывались среда обитания круг в котором все засрано вот еще один друг третяковской галереи дружите третяковка с ним еще тот самый организатор фестиваля слова ново который скоро громыхнет гельман а почему вы фотографируете сидя на вы срете постоянно что ли я не понимаю вот вы что это дефекация происходит факт путин и два кулака молодец человеку шестидесятник он садится как вот в позу орла срущего на фоне забора с надписью факт путин и выкладывает это в публичном пространстве культура очень серьезно но вы правда он может что-то донести до аудитории он может собрать вокруг себя порядочных людей нет нет вот еще один выход из нынешней ситуации это пишет ходорковский это прекрасно выход из нынешней ситуации ситуации когда все законы закрепили у власти этот режим навсегда невозможен в рамках тех законов которые они нарисовали рисуют хуем на заборе а законы пишут иногда не очень удачно соглашусь если это невозможно в рамках тех законов которые они нарисовали что за тавтология значит это придется делать с выходом за пределы этих законов это значит революция и опять посмотрите на круг вы с кем хотите революцию делать с волковым который три хуя пережевывает на камеру с миловым с любой соболь с кем революционеры ну хватит смешить я понимаю подгоняют там говорят давай блять давай миша давай ты сможешь ты сможешь нет не сможет но не сможет не сможет и все оксимирона за экстремизм решили привлечь я вчера думаю окунусь кая в поэзию если она есть от оксимирона нашел стихи оксимирона обложку раньше могла украшать резьба к перелету часто была прят артачина тесьма книга выглядела иначе от печати до письма антиква пожмет плечами не судьба значит так припев извините в книге моей судьбы давно засалены страницы титульный лист исписан смысл рестрации выцвел блять вы чё так на вот этого бродского хотите быть похожи все вот эти все блять оси клячины там куячины там это как ее жени берковичи да вы все хотите быть похожи на бродского сильный был поэт безусловно сразу скажу немой но вам до него далеко есть же другие примеры для подражания а вы подражаете не умело правда но если у бродского в стихах были смыслы был непривычный размер да вот то у вас то смыслов нет у вас нагромождение слов но долбою бы вот эти малолетние которые вас слушают они пытаются там чего-то найти лондон град из андерграунда на экран по моим приключениям снимается сериал лондон град из андерграунда на экран по моим приключениям снимается сериал не старайся понять меня говори что я демон но не пытайся менять меня ведь это игру и дело кто бы не Bana ёпта Ну вы серьезно? Это вот ваш проводник, вот этот Инчучун, блядь, с микрофоном. Ну что это? Артемий Троицкий. Знаете, кого он промотирует сейчас? Гхамба-гхамба-гху. Возит этого дефекта по, значит, американским булочным каким-то, да, забегаловкам. Записывает видео, говорит, я профессор по вызову. Это Троицкий говорит, профессор по вызову. Понимаете, в чем дело? Вот человеку 67 лет. Когда ты в 67 лет хочешь сыграть 18-летнего, получается на выходе долбоек. Не дано другого. Если ты себя чувствуешь 18-летним, это прекрасно, даже 15-летним. Но если ты хочешь таким казаться, то однозначно вот нацепить футболку с надписью «Русский военный корабль, иди нахуй» и с тонущим кораблем «Москва» крейсером. Ну что здесь сказать? Вот такое ощущение, что в инкубаторе в одном нет выращивались. Мне вот это кажется. В общем, грустно. У вас завелись лишние, абсолютно ненужные деньги? Вы любите запах сосен, йода и тоску? Вы хотите почаще слышать украинскую речь на улицах города и платить за коммунальные услуги больше, чем в Майами? Нет. Недвижимость Юрмале. Купи домик или квартиру в этом райском уголке. Вгони себя в депрессию. Пошли жизнь. Нахуй красиво. В Юрмале тариф на теплоэнергию с октября может увеличиться на 143%. Я так рад за вот этих дождевиков, которые туда перекочевали. Просто вот неимоверно рад. Там, кстати, опять снова появится Венедиктов. Да, ему здесь отсыпали деньжат на новое интервью. Он брал интервью у президента Латвии Левитса, Эгела, который сказал, что всех русских нужно изолировать. А теперь он будет брать у министра иностранных дел Ринкевича. На наши с вами деньги, насколько я знаю. Так что жизнь, друзья, она продолжается. Она продолжается. Да, я вам забыл, что-то перескакиваю, извините, про этот фестиваль-то слово новое, значит, рассказать. Марат Гельман же, он его решил провести в Черногории. Вы не поверите, какие светлые, какие незамутненные лица там соберутся, а какие там будут, значит, вот эти вот столы круглые, да, которые еще сейчас принято называть панелями. Сейчас я вам зачитаю с удовольствием. А вот еще от Гельмана, смотри, нет, твиттер, сегодня зарегистрировалось 1347 аккаунтов Евгении Ройзман, и все посылают нахуй твиты госмерев. Бля, это вот этот интеллектуал, он организует фестиваль. Понимаете, в чем дело? Вы не русские люди, да, вы, вот правильно пишите, русскоязычные. Вы носители русского языка, вот оболочка без души и без сердца, и русский язык по необходимости. Вот Лайма Вайкула сейчас пела с Интерсом Бусулисом на фестивале там в Каугуре, но фестиваль в Каугуре, это в Юрмале, как фестиваль в Бутово или в Жулебино, да, допустим. Пели на русском языке. Почему? Да потому что хитов на латышском нихуя нет. Вот и все. Итак, панели, круглые столы. Параллельная Россия, метавселенная и экосистема, тут будет горячо. Империя, Маратик, империя, запомни это слово, от которого тебя коробит. Русский университет в стол, денофицификация, правда, манипуляция, драма, колониализм и имперскость русской культуры. Во Франции проведи такой, возьми, семинар. Новая диаспора в Черногории, ёпт, 600 тысяч населения, диаспора в Черногории, великая страна. Да, паблик ток, политпросвет на слово ново, новая номинация премии, просветитель, ёпт, гельман просветитель. Орден еще, сука, возьмите этот, захуярьте себе, да. И состав участников. Станислав Белковский, Дмитрий Быков, Быков великолепно, посмотрите, его, значит, спич смангает, да. Когда она говорит, Дмитрий, ну вот вы пишете боёпики, я не пишу боёпики, она, ёбаный, я не пишу боёпики. Я бы назвал вот это, она говорит, нет, вы пишете боёпики, я не пишу боёпики, а тупая и еще пьянее, такое дело. Значит, дальше. Томас Венцлова, Иван Вырыпаев, Борис Гребенщиков, Юлий Гуголев, Антон Долин, Виктор Ерофеев, Гома Либеров, да, Виталий Манский, Анна Мангает, Полина Осетинская, Андрей Орлов-Орлуша, Кирилл Рогов, Леп Рубинштейн, Венианин Минцмехов, Людмила Улицкая, Чулпан Хаматова, Михаил Шишкин. Блядь, весь свет русской культуры, просто весь свет русской культуры, вот я просто вижу, вот огромный такой, сделайте символом форума унитаз, блядь, такой огромный унитаз, и вот оттуда их головы. И афиша. Слово ново, и там хуёбо. Просто пиздец. Жалкие вы. Ладно, друзья, подписывайтесь на Шах и Мат, подписывайтесь на канал Поэт Иху и Бен Палу, завтра полная абзац, и наша трансляция с Ириной Лосик с 8 до 10. Подписывайтесь на Никиту Сергеевича Михалкова и его Бессагон в Ютьюбе и в Телеге, на Кота Костяна, который скоро появится, на везде тоже, на Саваничи Голос Мордора, в Телеге подпишитесь, очень хорошие каналы. На Алексея Константиновича Пушкова и, значит, на Метаметрику. Обязательно. Спасибо ещё раз за поздравления, люблю вас. Я буду выходить почаще, честно, у меня график просто 24 по 7, это уже стали замечать. Кто-то гонит на лёд, кто-то гонит на жёрный зал. В общем, я постараюсь выступать почаще. До встречи.